Король музыкальных инструментов орган во все времена ценился за свое величественное звучание. Глубокое многогранное оно заменяет собой целый оркестр. Недаром концерты органной музыки в столичных костелах каждую неделю собирают все больше ценителей музыки. Камельчане и гости нашего города на уходящей неделе также смогли насладиться широтой диапазона этого музыкального инструмента. С концертом в областном центре выступил белорусский музыкант и исполнитель Валерий Шмат. Об этом и других ярких культурных событиях региона расскажет Анна Корольчук. Орган называют самым грандиозным музыкальным инструментом. Чтобы ощутить полную мощь его звучания требуется специальная акустика помещения. Именно поэтому площадкой для проведения концерта стал камерный зал Дворца культуры железнодорожников. Произведения разных стран, эпох и жанров. В репертуаре Валерия Шмата есть и собственные композиции, и творения классиков. Белорусский органист не только блестяще играет на инструменте, но и одновременно исполняет старинные хоралы и арии. Гости вечера услышали латынь, итальянский, немецкий и славянские языки. Выступление сопровождал камерный хор под руководством Елены Соколовой. Кстати, музыкальный инструмент Валерий Шмат спроектировал самостоятельно. Современная технология позволяет передавать звуки органа с помощью акустической системы. Чонский монастырь. Истории и судьбы. Презентация второго издания серии «Духовное наследие Гомельщины» прошла в Центральной городской библиотеке имени Герцена. Авторы книги Сергей Цыкунов и Наталья Козлова более семи лет собирали материалы об одном из самых древних монастырей Гомельщины, который был разрушен в 1943 году. Именно в нем приняла постриг святая покровительница Гомеля Манефа. Найденные монастырские святыни сейчас можно увидеть в экспозиции музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. В кинотеатре «Мир» на этой неделе прошли дни корейского кино. Зрители увидели три современных корейских фильма разных жанров. Все киноленты сопровождались русскими субтитрами. Кроме знакомства с фильмами, гости фестиваля смогли погрузиться в атмосферу корейской культуры. В холле кинотеатра в музыкальном сопровождении представили выставку национальных кукол и фотографий. Пожалуй, самым резонансным событием этой недели стал документальный спектакль «Семь», который прошел в Гомельском городском молодежном театре. Международный проект посвящен борьбе против домашнего насилия. Семь женщин-драматургов провели серию интервью с семью женщинами-активистками из России, Пакистана, Камбоджи, Нигерии, Гватемалы, Афганистана и Северной Ирландии. Их монологи стали основой пьесы, которую ставили в 30 странах. В каждом городе сценарий читает новая труппа, участники которой – известные люди региона. Чем нас порадует следующая неделя? Узнаем прямо сейчас. В картинной галерее Гавриила Ващенко откроется выставка классика литовской фотографии Антана Сосуткуса. Его цикл «Люди Литвы» – это бесконечная серия фотографий, в которых автора интересует глубина души человека с его радостями и переживаниями. Симфонический оркестр города Гомеля отпразднует свой 30-летний юбилей вместе со слушателями и друзьями-артистами. Помимо постоянных дирижеров коллектива «Мурада» Суила и Владимира Милютина, на сцену общественно-культурного центра выйдет главный дирижер симфонического оркестра «Белтеля радиокомпании» Александр Сосновский. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Анна Корольчук и Евгений Макеенко. Обзор подготовлен специально для программы «Новости недели».